С председателем Краснодарского краевого суда губернатор Кубани провел рабочую встречу. Одной из главных ее тем стала борьба с самовольным строительством. По словам Чернова, в последнее время прокуратура и администрация городов и районов стали все чаще обращаться с исками о сносе строений, возведенных без разрешительной документации. Больше всего таких заявлений поступает из Сочи и Краснодара. Этот вопрос сегодня по-прежнему находится на постоянном контроле у краевых властей, подчеркнул во время встречи Александр Ткачев. Опыт борьбы с самовольным строительством на Кубани есть. Пример тому – Олимпийская столица, где желающих незаконно возводить дома стало значительно меньше. Такие же жесткие меры необходимо принимать и на территории всего края, потребовал губернатор. 95% разобрались, вынесли решение о сносе. Они устояли, все инстанции прошли, в Верховном суде эти дела были. Справедливость торжествует, и судебное решение исполняется. Те, которые вступили в законную силу, они практически все вступили в законную силу, но, во всяком случае, уже население поняло, что хаотично вот так строить, самовольно так, как мы хотим, вписывается оно в архитектуру, не вписывается. Есть для этого какие-то социальные условия? Нет. Это никого не интересовало, теперь это очень живо стало всех интересовать. Обсудили на встрече также рассмотрение в судах дел жителей, пострадавших от стихии в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Большинство оказались непрописаны в своих домах, и теперь, чтобы получить положенную по закону компенсацию, им необходимо доказать факт постоянного в них проживания. Этим людям по поручению губернатора сегодня оказывается бесплатная юридическая помощь. Также, по словам Чернова, ведомство делает все возможное, чтобы сократить сроки рассмотрения этих документов. Так, например, в Ейском районе из 345 поступивших заявлений уже рассмотрено порядка 330. При этом во всех этих случаях требования пострадавших жителей были удовлетворены.